Главная елка страны уже начала примерять новогодний наряд. Металлический каркас, установленный в течение двух дней, уже украсили зелеными ветками и электрическими гирляндами. Дизайнеры праздничной красавицы отмечают, что игрушки будут как и прошлогодние, так и новые. В этом году будет обновлено полностью светодиоидное освещение и концепция украшений. Высота елки составляет 28 метров, но скорее всего с установлением верхней части высота достигнет все 30 метров. На елку в этом году будет направлена общая сумма денег, которая направлена на елку составляет порядка 900 тысяч сомов. Всего будет 64 тысячи светодиодных лампочек. Также будут обновлены звездочки. Общее количество звездочек и снежинок – это порядка 200. Мэри отмечает, что в этом году горожан ждет новинка, а конкретно установка на центральной площади новой композиции в виде саней Деда Мороза или кому как угодно Санта Клауса. Материал уже приобретен и доставлен в столицу. Композиция будет гармонично сочетаться с новогодней елкой и представит единый ансамбль. В этой связи мэр Албек Сабарович Ибраимов поручил муниципальному предприятию «Бишкек свет» создать именно новогоднее настроение путем обновления освещения. Для этих целей перед декабрем как раз провели тендер на 16 миллионов сомов. Будет заменены практически все лампочки, все освещения в городе. Кроме главной новогодней елки на площади Аллато ведется установка других праздничных красавиц. А всего будет установлено три больших елки. Это главная елка здесь, плюс одна елка на площадке перед национальной филармонией. И маленькая новиночка для горожан. На южных воротах тоже будет уже установлена наша 15-метровая елочка. Там будет развернута настоящая рождественская ярмарка. Все желающие предприниматели, горожане могут устраивать свои локальные акции на встречу Нового года на территории парка имени Дайры Асанова. Тем же, кто намерен встретить Новый год с живой хвойной красавицей, уже открыты елочные базары в рамках акции «Елочка живи». Смысл этой акции в том, что горожане в последнее время стало очень модно на Новый год встречать живой елочкой. Что потом делать с этой живой елочкой, очень много вопросов. Кто-то пытается посадить эту елку на своих огородах или просто нет возможности высадить. Поэтому «Зеленстрой» будет готовить повсеместно во всех парках и сферах столицы места, чтобы каждый житель, если он хочет участвовать в озеленении города, может купить елочку с комком земли на базаре и потом посадить свою елку в городе. На сегодняшний день елочные базары открыты по адресу улица Ташкентская, 17 от муниципального предприятия «Зеленстрой». Рынок в Ботаническом саду и рынок близ новостройки Хараджилач. Последний рынок уже начал работу. Сегодня мы открыли елочный базар. Все хвойные породы завезены сюда из частных питомников Тюбского района и Сокульской области. Главное отличие в этом году – наши ели можно будет высадить после празднования Нового года, и поэтому они продаются с землей и корнем. Стоимость елки от полутора тысяч сомов до трех тысяч сомов, в зависимости от высоты и хвойности. До Нового года осталось три недели, но на праздничный наряд главной елки страны можно будет посмотреть уже 19 декабря, когда красавица зажжет огни гирлянд. Замир Ибраев, Зулайка Топчебаева, Нурдан Харапеков, Пирамида.